всем привет рада вас снова видеть на своем канале хочу поблагодарить за ваши комментарии за подписки новых подписчиков за то что вы остаетесь со мной и пишете очень очень приятные комментарии как мой адрес так и о своей жизни делитесь мне это очень приятно сегодня зажгла я благовонию что мы будем делать сегодня сегодня мы будем смотреть расклад в потоке после прошлого расклада для вас прошел в комментариях как часто вы хотели бы видите просто большинство из вас как обычно пишут делается так как удобно вам многие писали что двух раз будет достаточно ну прошел 2 раза останемся пока остановимся пока так конечно перед вами иногда залетные птички на мой канал в комментариях оставляет тайм-коды вот меня это всегда улыбает почему потому что я по своей природе человек очень внимательно и всегда обращаю внимание на любые детали вот и когда я вижу что в комментариях оставляет тайм-коды в описании как и ссылки на мои услуги и контакты в общем все что необходимо то есть я отношусь к категории людей которые всегда думают за другого человека что ему было комфортно чтобы ему было удобно то есть до того как он подумает в большинстве своих случаев я уже предугадала ему какие-то потребности вот ну что давайте давайте приступим позиция номер один тайм-код есть можно нажимать на главы проигрывать или да то есть главы это вот это вот дорожка внизу самого видео не под видео в самом видео где показывает сколько уже ролика сколько времени в ролике уже проигралась можете туда наводить курсор на очень многих канал я знаю коллеги это тоже делаю называется главный отрезок первого полосы по первой позиции называется глава не тоже обозначен так сегодня я очень много говорю наверное это связано с вами сейчас несколько секунд что я настроилась вообще не ощущаю вообще никак поток посмотрю как пойти и так о чем нам сегодня будет говорить первая позиция про императора про императора значит рассказываю варианты первый вариант непосредственно все что связано с человеком очень важным и значимым в вашей жизни это может быть ваш мужчина либо это может быть ваш отец это может быть ваш начальник в любом случае это мужская очень важная значимая фигура вашей жизни один вариант второй вариант это непосредственно вы сами и ваша внутренняя активность то есть архетип вашего внутреннего мужчины для кого-то это сейчас важно третий вариант речь пойдет о моменте здесь и сейчас и вот скорее всего это вот где-то процентов на 65-70 да людей которые смотрят первую позицию это те которые обучаются сейчас жить в моменте осознанные люди которые учатся не скатываться в прошлое и не бежать вперед паровоза а учиться проживать каждый момент здесь и сейчас люди которые учатся выстраивать границы большой акцент сделан на умение договариваться с другими людьми вот на этот период для вас очень важно речь я не знаю чем это связано может быть кто-то обучается для кого-то может быть очень важно либо поговорить с либо что-то очень важное сказать передать кому-то но это действительно серьезно это не просто какая-то информация а это именно должен состояться серьезный разговор и вы очень много об этом думаете чем важность этого разговора с одной стороны он определяет ваше будущее куда вы пойдете то есть ваша модель поведения как вы будете себя вести здесь как будто бы от этого разговора зависит ваша дальнейший ваш дальнейший выбор то есть как-то определиться возможно это и есть разговор с этим оператором с этим очень важным человеком для вас но у меня такое ощущение что здесь как будто вы знаете люди которые пробуют этот разговор то есть он еще не состоялся нету неизвестно когда он состоится состоится ли вообще но внутри себя вы как будто вы проигрываете этот диалог вы как будто бы пробуете как это будет вот так если бы я смог поговорить если бы я смог смогла искренне открыться этому человеку и сказать что-то очень важное для вас здесь необходимо сказать вы думаете об этом как правильно подобрать слова правильно не для того чтобы там кого-то не обидеть а для того чтобы верно донести суть того что вы проживаете сейчас здесь может варианты касаться как личной жизни так и профессиональной здесь человек он как будто бы знаете он готов дальнейшему своему пути в одиночку но для того чтобы двигаться дальше вот именно вот этот очень важный значимый человек он его как будто бы удерживает знаете вот как будто бы какое-то негласное разрешение нужно было получить от этого человека чтобы он как-то освободил опустил вас и это не говорит о расставание а это говорит о том что очень большая часть вас энергетическая как минимум одна треть она как-то привязаны либо связана с этим человеком и если разрешится вот этот вот важный разговор состоится если вы сможете быть убедительным если вы сможете донести если вы сможете быть услышан потому что вам не важно просто сказать вам важно чтобы вас поняли чтобы вас услышали если это случится тогда вот эта вот энергия энергия какая-то вот которая связана с этим человеком она высовывается и это поможет вам в вашем продвижении по жизни ощущение того что что-то новое в вашей жизни зарождается она уже готова она ждет только вашего движения здесь знаете как картинка такая когда человек одной рукой хочет открыть дверь а другой рукой держится либо его держит либо держится и вот он как-то и открыть готов уже и в то же время есть что то что его сдерживает это вот сейчас ваша нынешняя ситуация здесь хотят сказать показать девятка кубков десятка мечей четверка жезлов что знаете что вот как будто бы время какого-то такого безмятежной радости какой-то она подошла к концу она подошла к концу здесь наступает время каких-то более серьезных игр хочется сказать то есть тот момент когда вы сидели и просто занимались своей жизнью и в принципе ничего не делали не в плане лени они проявляли как-то вот себя активно в реальной какой-то жизни здесь заканчивается у меня такое ощущение что вы знаете как дети аутисты они полностью сфокусированы на себе они взаимодействуют с внешним миром но как-то по-своему по-особому но большей части им хорошо внутри себя хорошо в кавычках сказано да хорошо то есть это это их мир вот вы как будто вы проживали именно внутри себя и сейчас его было это хорошо вот какое-то здесь не могу сказать что это затворничество либо отшельничество нет здесь какая-то интровертность вот вы как в каком-то своем виртуальном мире проживали что то делали и вот этому вот приходит конец и наступает период когда вот вы как будто бы начинаете больше проявлять себя в реальной жизни то есть здесь вы сталкиваетесь с реальной жизнью и она и не хорошая неплохая она другая она другая на вам ранее незнакомая вы сталкиваетесь с абсолютно другими убеждениями другими взглядами людьми интересами этих людей вы сталкиваетесь с чем-то что как-то вот вы вытаскивает вас из того привычного вами состояние это не говорит о том что вы должны будете это сделать а это говорит о том что наступает такое время когда вы только будто вы начинаете больше проживать реальную жизнь какую-то вот взрослую жизнь реальную и и она вам нравится здесь намного больше интересов здесь намного больше возможностей здесь идет вот какое-то расширение до вашем сознании это вот знаете это новый уровень но это вот уровень это какой-то другой иной мир вот как если бы вы не знаю превратились в любимого вашего животного и оказали себе подобным для вас бы это было что-то иное вами неизведанное ну то есть одно дело когда вот например вы смотрите там на собак на кошек а другое дело если бы вот вы переродились в теле этого животного вы бы ощущали свое тело по-другому вы бы ощущали свою жизнь по-другому вот здесь нечто аналогичное будет вам нужно будет держать какой-то баланс смотрите здесь баланс как раз таки между солнцем и луной между если мы говорим о взрослой жизни здесь ощущение того что вот вам нужно будет научиться допустим если это касается речи либо языка уметь быть балансик то есть где нужно держать язык за зубами а где нужно наоборот показывать свое красноречие где-то наоборот нужно быть сдержанным а в каких-то моментах надо быть очень проявленным заявлять о себе возможно где-то себя хвалить показывать убрать все эти стеснения все не нужно у меня здесь идет ощущение что это будет связано еще даже с какими-то знаниями а может быть вы попадете в какой-то круг какое-то сообщество абсолютно новый для вас людей и оно как будто бы вас настолько засосет с хорошей точки зрения что то что вы узнаете например в этих кругах может быть это какие-то тайные знания не знаю вам будет очень хотеться как-то поделиться что ли рассказать но у вас не будет возможности то есть у вас будет какие-то запреты вы идете свои к своему какому-то свету вы идете по своему пути знаете вы зашли в какой-то лабиринт и очень хотите выйти из него и вот для вас почему-то путеводной звездой является вот эта вот луна говорящая о том что если ты сможешь как-то собладать со своими тенями ты выйдешь на тот свет и ты найдешь выход но собладать именно со своими тенями тебе поможет луна не страна то есть ты как будто бы должен держать ориентир на нее как некое такое светило то есть знаете когда ты идешь по дороге и ты не обращаешь внимание на вечер на какие-то тени а у тебя есть четкая поэтому сконцентрированная энергия вы сфокусированы на чем-то конкретном и вы идете вот к этому пути вы идете к своей вот этой цели благодаря тому что вы сфокусированы на конечном результате вы не обращаете внимание как раз таки на те темные аспекты наш на которые вот если бы вы обратили внимание вы бы сбились с пути и поэтому вот это вот луна она как будто бы для вас является путеводным путеводной звездой для того чтобы выйти как будто бы на этот на на лунный свет ориентируетесь и вот с одной стороны это лунный свет а с другой стороны это является солнцем как будто бы оборотная сторона либо обратная сторона солнца это вот как раз таки луна и здесь вот вам нужно будет найти баланс между вашим сознанием и в вашем вашим бессознательным вам не нужно никуда заходить то есть не надо искать что скрывается вашим бессознательным не надо его изучать с другой стороны вам нужно находиться в сознании вот именно полностью а вы как будто выходите знаете на грани и вот вам нужно найти этот баланс чтобы вас не не свалило в одну из двух сторон здесь вот как-то проект если еще что то что мне нужно сказать вам потому что сегодня я говорю какими-то загадками здесь кто-то долгое время ждет как-то излечить излечить свое сердце знаете здесь вопросы ожидания очень сильно играют для вас значения чего-то вы ждете то есть что-то вы хотите узнать что-то вы хотите познать но это скорее всего здесь идет речь касательно отношений да я так понимаю вот и как-то вы все никак не можете получить ответа какой ответ ответ двойка кубка ответ то что вас любит то что нас любит и здесь здесь должно случиться разрушение для того чтобы вы получили то что вы хотите здесь нужно пройти несколько этапов один из этапов это кризис но кризис не в отношениях а кризис своей собственной голове то есть знаете вот даже то что я говорила ранее про взросление это напрямую имеет отношение как раз и к той позиции рассматривает здесь тему взаимоотношений по сути вы можете получить тот союз ту любовь которую вы хотите вы можете увидеть истину вы можете получить те знания которые вам необходимо то есть тот ответ который вы хотите получить но для этого вам нужно изменить измениться в своей голове какие изменения можно окан мира надо надо расширяться а и расширять что значит пришли от меня очень часто говорим эти слова что нужно расширять вам не хватает позитива вам не хватает вот этого солнца о котором я говорила не хватает больше решительности огненности вам не хватает больше внутреннего какого-то свечения необходимо вам поднимать свои вибрации сказала понимать свои операции нападает аркан звезды вы как будто вы должны здесь что-то сделать в первую очередь для своей жизни для себя не для другого человека не для отношений а именно для себя здесь что-то важное должно случиться касательно вашей собственной души у меня такое ощущение что с человеком которому вы загадали вы являетесь парой неважно в каких отношениях вы состоите вы можете даже быть на расстоянии может быть у вас могут быть и странные какие-то отношения но здесь вот чувство такое что этот человек является вашим вашим партнером является вашей парой и пути как будто бы они параллельные они параллельные и здесь вот нас периодически как-то сталкивают и а не то чтобы вас разводят а вас немножко отдаляет на вашу пути они все равно параллельные и они пересекаются каких-то моментов знаете чувство что если вы здесь действительно загадали какого-то человека вы с ними еще не браке то для того чтобы жить с этим человеком так как вам вашей душе будет необходимо вы должны еще много раз измениться изменить себя поменять себя вы знаете вот ощущение когда два маленьких ребенка они просто вместе растут и вот когда они дорастут до взрослого зрелого какого-то возраста для того чтобы вступить в союз нужно какое-то время вы здесь как будто бы подросток вы подросток ваш партнер он еще ребенок и вот вам нужно в любом случае дорасти до взрослого и вашему партнеру надо из ребенка прийти и перерасти вот юность и потом зрелость то есть здесь получается так что вам еще расти и поэтому вам не показывают всю картину и не дают тех ответов которые вам необходимы на данный момент а кроме этого вам говорят только о том что вы должны сделать акцент больше на себя на свое сознание такое ощущение что знаете вот живите для себя хочется сказать здесь как-то так живите для себя живите своей жизнью наслаждайтесь больше не не уделяйте внимание ну не время сейчас вообще партнерству если мы говорим про личную жизнь вот такой у меня был ответ для вас единички позиция номер два двоечки давайте посмотрим вас что вам скажет поток сегодня такие истории покажет вам показывает поток королеву пентакий почему-то мне здесь идет мне архетип материнства а какая-то вы знаете очень такая юная девушка юность это визуальный образ такой молодости очень такая милая и какие-то вы знаете спокойные спокойные тона выражения лица бывают люди яркие а здесь вот какое-то такое знаете умиротворение на лице спокойствие и хочется сказать вот такая вот очень милая милая барышня не знаю здесь вот видит от этой позиции какой-то гармонии какого-то спокойствия знаете такое любование где-то любование я не знаю за своими детьми либо за какой-то чужой работой либо зачем-то с каким-то процессом я имею ввиду то есть мне показывает такую длинную девушку ну вот может быть до 35 лет и именно девушку вы как будто бы она знаете смотрит на что-то или на своего ребенка или на чужого ребенка или на какой-то ну какое-то дело кто-то чем-то занимается или вообще наблюдая за чем-то не знаю в природе может быть за какими-то там мурашами процессами не знаю какое-то движение вот у нее идет какое-то любование вот это вот спокойное состояние когда все хорошо не то чтобы мечтательность но здесь какое-то такое состояние очень интересное отстраненности она вроде бы смотрит и вот такое ощущение что что-то она вспоминает то есть если например смотрит на ребенка возможно вспоминает либо своих детей либо себя в детстве если она смотрит и как-то вот созидает природу то это вот чем-то у нее ассоциируется здесь я могу сказать что есть меланхоличность но есть такое очень странное состояние у этой женщины именно молодой женщины опять-таки не визуально здесь состояние души она такая приятная энергия и вот знаете как-то очень странная на нее как будто бы обращает внимание какой-то мужчина она вроде бы для людей является серой мышкой а если просмотреться вот у нее настолько богатый внутренний мир что вот надо ее рассматривать как-то вот приглядываться к ней и почему-то есть один персонаж который как-то увидел, не знаю, увидел ее, увидел ее красоту внутреннюю какую-то красоту она живет в своем мире и она как-то занимается своими будничными делами что-то делает знаете как-то так улыбается если есть лужик то он так, знаете, ногой шаркает как-то по лужам ну вот либо по листве желтой если ходит то ей нравится ногами так шаркает и как-то, знаете, как-то искренне улыбается я не знаю, вот у него ее это вот все как-то, не знаю, радует человек, который радуется каким-то своим мелочам жизни обращает внимание вот именно как-то живет в своем мире обращает внимание на то, что, не знаю, какие приносят удовольствие и здесь мне показывают, что как-то она разговаривает очень много разговаривает не с людьми, а с тем, что является миром ну то есть это может быть природа это может быть, не знаю, если у кого-то есть кошечка просто не показываю, что как-то разговаривает очень много с этой кошкой знаете, как, например, вот как если бы был человек причем у кого-то причем такой большой кот мохнатый и как-то она его журит немножечко ну, с юмором, конечно в общем, такого человека мне показали если бы узнали в нем, да, себя, такую женщину, девушку то слушайте дальше почему мне показали, что мне надо передать вообще мне говорят, что именно для нее будут какие-то перемены будут какие-то перемены то ли она переедет сейчас с чем связанные да, что-то такое, знаете, судьбоносное в жизни этого человека случится потому что попадают великие арканы то есть она как-то вот было солнышко, когда я ее описывала а теперь такое ощущение, что вот дождь начинается, да как-то вот туча сгущается в дождю, в дождю грозею и мне аж прям вот холодно стало как-то здесь такое ощущение, что что-то такое произойдет как будто бы заставит ее столкнуться с какой-то реальностью и здесь подсказка о том, что нужно быть стойкой да, вот как будто бы какие-то препятствия, трудности, сложности его ожидают что это за сложности не знаю, то ли вынуждена она будет куда-то пойти, уйти что-то оставить не знаю, может быть заботу о своей матери о каком-то взрослом человеке вынуждена как-то дальше куда-то уехать, поехать а здесь какую-то помощь вроде бы она оказывает и вот ведется, может быть это даже с работой даже такое тоже может быть связано там где она оказывала какую-то помощь кому-то ей придется что-то оставить и уехать, уйти и это будет очень-очень сложно это будет очень сильным таким испытанием как для нее, так и для ее семьи но вот это говорится, что как будто бы это необходимо просто этот человек очень долгое время находился в своем каком-то привычном мире и надо было его оттуда вытащить и вот это вот какое-то испытание, сложность сделано было для того, чтобы как-то вытащить этого человека наружу, хочется сказать во внешнем мире очень напоминает, знаете, как, я не знаю, в фильмах показывают молодая девушка решила там поступать куда-то и ей нужно было уехать из маленького городка, поехать в большой город и вот она приезжает такой, знаете, человек очень открытый, наивный, доверчивый и начинается сразу вот эта вот история с обманами с тем, что ее кто-то где-то как-то подставил вот какие-то негативные ситуации, которые заставляют ее взрослеть и вот она неожиданно вот из этой открытости невинности превращается в человека, который вот как-то резко должен повзрослеть здесь об этом хорошо, и что здесь, что нам говорят таким образом вас обучают заземлению да, вы пройдете какой-то кризис я могу сказать большой, маленький важно, не важно, и все кризисы они имеют свои какие-то опечатки но вот данный кризис он как будто бы вам открывает дорогу дорогу как-то в будущее что-ли здесь такое ощущение, знаете вот то, что я сначала говорила что девушка сидит и что-то вспоминает это очень она вспоминает как в книгах когда автор начинает повествование там, не знаю, что ему уже 70-80 лет и вот он вспоминает как с чего это все начиналось вот здесь такое какое-то ощущение повествования что мне показывает по тройке жезлов что вы уже достигли чего-то и вот вы вспоминаете как это все начиналось какие кризисы вы проходили то есть то, что я сейчас говорю это не факт, что это будет касаться момента здесь и сейчас возможно вы уже это проживали либо проживаете то есть здесь вот какое-то такое повествование то есть кем вы стали благодаря какой-то ситуации достаточно сложной которая вот вас как раз таки и научила либо должна научить либо обучает сейчас уже некой уверенности, да, вот если мы говорим про женщину то есть что значит быть настоящей женщиной это не про то, что вот она должна быть сильная и уметь за себя постоять нет, а это вот какая-то, знаете, внутренняя энергия каждого человека и умение управлять своей харизмой то есть умение использовать свои сильные стороны и при этом не терять вот свою какую-то женственность что ли здесь про это здесь как будто бы человек вспоминает кем он был с чего он начал и к чему он пришел и чего он добился я не знаю здесь здесь сейчас на этой временной линии вы то есть вы в прошлом либо вы тот человек который уже добился либо вы в этом процессе находитесь как раз таки кризиса человека того который сейчас это все проживает здесь это, знаете, показывает я спросила для чего вам это показывает аркан справедливости для того чтобы показать как вообще устроена устроен мир устроена жизнь что есть какие-то свои определенные законы правила то есть здесь вам как будто бы очень важно знать на каких законах базируется мир в котором мы проживаем то есть вам надо почему-то надо это увидеть именно сейчас что вот знаете вот смотри что было в прошлом и к чему это привело да вот эта вот причина следственную связь для того чтобы вы как-то вот использовали это в будущем то есть то что вам казалось например когда-то что это был трудный период но вот благодаря этому вы стали вот таким человеком здесь например вас чего-то лишили но благодаря этому вы начали совершать какие-то действия пришли к этому здесь причина следственную связь вам показывают и показывают что все правильно все справедливо то есть даже тогда когда вы видели какую-то несправедливость в чем-то в этом тоже был какой-то определенный замысел это тоже нужно было для чего-то и вот вам это говорят посмотри на свою жизнь посмотри обрати внимание на прошлое что послужило теми моментами тем триггерным точкам благодаря которым вы пришли туда где вы находитесь сейчас то есть сделай какие-то определенные выводы посмотри даже не столько выводов сколько посмотри как это работает здесь что-то такое показывает посмотри возможно в будущем что-то аналогичное будет чтобы вы как-то по-другому реагировали здесь вот про это и я не могу понять где вы здесь находитесь на временном промежутке потому что здесь вот вроде бы есть какое-то повествование линейное но оно вот как-то разные точки оно берет и перебрасывает вас отсюда с момента сейчас потом мне показывают какие-то фрагменты будущего потом опять фрагменты прошлого я не могу вам сказать вот то что я сейчас описала где вы вы уже сами решайте но вот такое ощущение что задумка всего была для того чтобы таким образом научить вас справедливости научить вас именно вот этому вот закону что ничего допустим не исчезает бесследно и ничего не появляется из ничего из пустоты то есть всему есть свое объяснение вот вам для чего-то это сейчас информация все что я вам говорила она приводит вот к аркану справедливости посмотри посмотри всесторонне на ситуацию это вот каким-то образом придаст вам уверенности даст вам стойкости то есть возможно из этого вы сделаете какую-то вы определите для себя какую-то очень важную ценность на которую вы будете опираться то есть опять таки видите мне это показывает для того чтобы вас подготовить к чему-то другому то есть раньше ты вот справилась с этим и в будущем возможно ты справишься но на что-то надо базироваться на что-то надо опереться и здесь вот эта вот опора как раз и вам говорят вот в прошлом у тебя уже было это просто ты как-то не обращала на это внимание вот не уделяла этому внимания то есть не было осознанности осознаем это здесь не про понимание а здесь именно надо как-то знаете как книги такой писать что ли понять здесь таким образом вас обучает законом законом вселенной когда-то не могу что-то другого передать интересная такая история как кино мне здесь показали разные-разные моменты вы пишите если что-то вам стало понятно из того что я сказала о чем здесь говорите позиция номер 3 зелененький камешек третья позиция троечка посмотрим что вам скажет колонна и поток о чем у нас пойдет сегодня речь восемь восемь не говорит восемь не знаю для кого-то что-то это значит цифра восемь если он нужен был какой-то такой знак аркан аркан смерти ворон 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 так же как и волк является проводником потусторонней ворон знаете такое ощущение что мир ты вернулся вверх ногами я не знаю что это значит мне показывает как будто бы нет ты вернулся вверх ногами и вот вам теперь надо жить в этом он вроде бы и зеркальный но он другой здесь то что ранее было невидимым теперь вам станет ясным а то что вам казалось ранее что это было ясно и понятно сейчас это станет невидимым я как пифея говорю загадками но я сори извиняюсь я к сожалению не могу более конкретно сказать просто как идет поток я буду говорить то что я вижу здесь такие иногда я так это понимаю почему да пифея можно было трактовать по-разному да но просто здесь такая картинка очень интересная вот вам как будто бы открыли дверь в мир который вверх тормашками это не говорит о том что он неправильный он перевернутый а это говорит о том что как будто бы свет сместился и там где ранее было светло стало мрак а там где было темно эта часть осветилась и вот из-за того что вот это вот произошло у вас как будто бы вы находитесь сейчас в каком-то недоумывании потому что вроде бы все то же самое но ваше восприятие оно стало иным не знаю например допустим какого-то человека ранее вы считали под лицом не очень хорошим а оказалось этому есть какое-то свое объяснение и вот узнав прояснив эту ситуацию вы перестали его видеть в негативном ключе а то что ранее для вас было это не так-то вот как ценно значимо оно вдруг неожиданно за один момент обесценивалось что-то новое здесь зародилось новые горизонты какие-то открылись но вот эта вот необычная дверь перевертыш вот здесь вот на этом почему-то не делают акцент что вот в этом есть что-то такое важное и значимое что было от вас скрыто здесь даже не скрыто оно было вот вы как будто бы видели вот например как колода да она есть но я смотрю сейчас только на ребро я не вижу вот эту сторону и казалось бы если перевернуть и она вроде бы та же самая что и та которую я смотрела но она другая вот здесь что-то такое аналогичное произошло это может быть связано с каким-то конфликтом с какой-то ссорой либо для кого-то это планирование планирование чего-то в будущем не знаю может быть вы кому-то хотите помочь либо хотели как-то помочь может быть пойти кому-то учиться да вот здесь идет наставничество меценатство помощь я не понимаю почему вы открываетесь людям которые энергетически ниже вас здесь так интересно вот этот вот мир который вам перевернулся вы почему то выбираете снова смотреть вниз не наверх когда у вас есть возможность идти куда-то дальше выше ваше сознание оно как будто бы все равно то есть мир перевернулся и там где у вас раньше была голова вы смотрели наверх сейчас когда мир перевернулся вы почему то все равно продолжаете смотреть вниз то есть здесь как будто бы знаете акцент смещен на то что помогать обездоленными я не говорю о том что это вот плохо или хорошо а через это это метафора вы как будто бы занижаете свои энергии вместо того чтобы повышать их вы продолжаете замечать что-то негативное вместо того чтобы увидеть что-то новое что вам открылось позитивное здесь для вас в материальном мире что-то закрылось какая-то дверь и открылся я говорю новый шанс а вы этот шанс берете а вы этот шанс не берете то есть вам как будто было открылся я говорю дверь открылась лишь для чего-то такого гармоничного более высокого более высокого вибрационного а вы все равно смотрите вниз это знаете как человек который привык ну я не знаю как то допустим одеваться по среднестатистической какой-то цене и вдруг неожиданно ему открывается возможно зайти в самый лучший бутик и купить все самое лучшее в плане того что ему нравится но будет выбирать все равно исходя из того что есть внутри него то есть если нету вкуса он все равно не важно куда вы его не завели в самый лучший бутик он все равно будет выбирать что-то такое безвкусное вот здесь примерно то же самое и здесь говорится о том что вот ваше сознание уже произошло сейчас скажу по-другому я недавно услышала такую фразу и она нашла в ней такое зерно мудрости для себя она говорилось о том что нельзя никого ничему научить можно лишь сподвинуть человека к тому чтобы он раскрыл себе то что есть в нем уже заложено изначально вот здесь вот такое ощущение что как будто бы мир сподвиг вас чтобы вы внутри себя он через этот переворот в вашем сознании открыли то что вас есть а вы все равно продолжаете на это не обращать есть что-то вас такое что-то ценное что-то что-то такое что поможет вам идти дальше выше не знаю как-то вот что-то во что-то лучшее но вы настолько привыкли не обращаясь внимания на это не замечать этого что вот знаете вот вам открыли какую-то возможность внутри вас какой-то не знаю шанс давайте я скажу наверно как слово дар чтобы вам понятнее было чтобы вас это зацепило заикарило чтобы через это начали немножечко созидать и смотреть в эту сторону а вы как будто бы даже и не обратили внимание на это вот и продолжаете мысли в тех категориях которых есть и здесь речь идет о том что обрасти внимание на то что ты имеешь сейчас в плане того что в тебе пробудили не обращая внимание на те автоматизмы с которыми привычки где ты привык делать так как ты делаешь ищи в себе то вот что-то новое в себе не знаю какие-то новые мысли новые таланты новые движения новые желания новые потребности раскрывай вот здесь речь идет про это вот этот вот перевернутый мир это и есть вы сами вас от вас внутри вас открыли шанс по тузу педакли на гармонию на двойку кубков на гармонию на баланс для того чтобы как вы знаете выровнять то что долгое время шло в негатив вам открыли возможность на что-то позитивное чтобы это уравновесить эти две силы а вы все равно продолжаете отдавать 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 как раньше отдавали так сейчас отдаются поэтому вот эта шестерка педакли здесь она меня смущает хоть эта карта меценатства и презентивная карта мне все равно показывает что ваша восьмерка мечей в плане ограничения вашего сознания она не дает вам возможности как будто вы знаете вот не не другими давать а подумать как себя сделать лучше таким образом чтобы знаете вот как там как бы вам это объяснить не с другими возиться а сделать себя настолько лучше чтобы вы собственным примером заразили того человека чтобы он сам совершал какие-то действия чтобы быть похожим на вас чтобы жить так как живете вы чтобы хотеть чего-то лучшего для себя не потому что вы ему это даете а потому что вы настолько хороши что другой человек глядя на вас говорит и я хочу так же попробовать мне так же это близко я так же хочу таких энергий а вы не выбираете стать еще лучше для себя что-то новое когда акцент больше делать на себя то есть работать и улучшать этот мир не с помощью того что помогаю другим людям а с помощью того что я помогаю себе я делаю себя лучше для того чтобы кто-то обратил в вашем окружении тот человек которому вы хотели бы помочь чтобы он увидел вас вот этот вот ваш внутренний свет и сказал и я хочу так же светится вы здесь продолжаете все равно мыслить категориями того что я я не могу как будто бы вот я достиг своего потолка достиг своего предела и дальше я не способен идти я не вижу этого пути я нахожусь в каком-то тупике и поэтому чтобы не ощущать себя ущербны я буду помогать другим людям для чего мне это все сейчас говорят для того чтобы дальше начали двигаться выпадает творится режутся педагли и рыцарь кубков они смотрят в одну сторону в одном направлении для того чтобы дальше продолжали двигаться идти знаете вот за этим за тем шансом которые вам дали шанс на гармонию шанс на любовь шанс на на какую-то такой знаете энергию более прозрачную более высокую за за который либо в которой вы как будто бы стремитесь дайте вот желание желание познать любовь не в плане любовь к человеку а в плане состояния наполненности я хочу чувствовать все время любовь внутри себя вот это вот состояние и она как будто бы с одной стороны является путеводной звездой потому что в этом состоянии вы не можете заикариться но она вас манит как будто вы приходите к нему ходите на несколько секунд и потом у вас как будто бы его забирают то есть она уходит вы выпадаете из этого состояния вы не можете удержаться в этих высоких вибрациях но воспоминание о том как хорошо было в этом состоянии оно будет периодически вас туда манить звать и вы периодически будете идти за ним и таким и тем самым будет постоянно ходить выпадать ходить выпадать до тех пор пока вы не сможете удержаться как можно дольше в этом состоянии находиться и это как раз таки про более высокие вибрации здесь об этом идет речь здесь все карты говорят о том что вы вы отгорождаетесь от того что я вам описал только что вы все равно продолжаете жить так как вы жили раньше с оглядкой на прошлое со страхом своим вы не смотрите вы в прошлое смотрите в прошлое вниз вы защищаетесь вы говорите себе что нет я правильно живу то есть я все делаю так как надо я столько столько усилий прикладывал столько усилий вложил во что то что сейчас просто так поменять я не готова вы сами себя обесцениваете если говорить одним словом вы не готовы как будто бы идти дальше быть на коне потому что здесь цена она слишком высока вам нужно оставить то чему что было очень важно и значимо для вас то есть понимаете здесь как я вам приведу пример и вы поймете особенно мне поймут те кто когда-то куда-то переезжал либо эмигрировал очень многим эмигрантам сложно приживаться в тех странах которых они выбрали в лицах климат причина заключается в менталитете и сознание каждого из эмигрантов когда он приезжает новую обстановку ему не безопасно и он хочет восстановить воссоздать ту атмосферу в которой ему когда-то было хорошо было понятно он был кем-то у него была какая-то ценность и значимость его как личность в новой обстановке такого не происходит в новой стране не нужно прикладывать сил и первое что он делает наш мозг он воссоздает ту реальность которая ему была известна то есть он начинает обставлять свою квартиру так как привык в том месте где он ранее жил он начинает ходить все магазины то есть допустим если это европа ищет русские магазины где можно купить те же самые продукты либо готовить те же самые блюда которые он привык готовить у себя на родине и так далее и тому подобное он ущет себе подобности можно было поговорить по возможности перевозят своих перевозят своих родственников там я не знаю свою семью и тем самым воссоздает одно государство в другом потому что ему так комфортно вот здесь примерно произошло то же самое чтобы вам было понятно вам говорят вы влились вас перевезли в новую страну изучайте изучайте чужую кухню пробуйте изучайте новую обстановку как люди живут как они снимают допустим эти квартиры какие квартиры предпочитают куда ходят то есть учитесь учитесь у них но здесь вот проявление вот этого вот нашего эго это опасно я хочу жить безопасно так как я привык вопрос привычки и здесь ата смерти с то с чего мы начали говорит о том что мир перевернулся вы поехали туда куда ну либо здесь вам показали то то что ранее вам было темным раньше вас допустим за границу не пускали сейчас спустили пример либо раньше вы были в маленьком городке переехали в мегаполис там все по-другому хоть и разговаривайте на том же самом языке и тот же самый город но понятия и правила другие и вам говорят адаптируйся но адаптируйся не в плане привези себя в это место и прогибай это место под себя сделай таким же смысл в оттуда уши вот здесь аркан смерти как раз не про это говорит вам перевернули мир дали вам возможность в новое это время новая страна новый язык изучаете ясное дело что все новое оно будет для вас достаточно сложным в первых порах не важно здесь не возраст и не опыт а желание нашего мозга доводить все до автоматизма и использовать эти автоматизмы которые уже годами нам известны если допустим разговариваем на языке разговаривать на том в котором нам комфортно и приятно и поэтому у вас выпадает восьмерка мечей который говорит о том что я достиг уже своего потолка а там куда я попал в это новое там действительно нужно изучать что-то новое это шанс возможность которая говорит о том что твои границы они они не то чтобы расширены сейчас просто по-другому все идет не знаю если раньше допустим вы были видящим а потом произошла какая-то авария и вы потеряли зрение вам надо перестроить весь свой организм на том чтобы обращать больше внимания на вкус и на запах или на звуки и это очень трудно но вы же не будете весь мир делать таким же слепым вам надо под него подстроиться а это очень сложно но в этом открывается какие-то свои возможности вы научаете слушать вибрации вы можете понимать на больших расстояниях включать телепатию и ощущать когда кто-то приближается к вам не видя этого человека и так далее и тому подобное то есть те органы восприятия которые активизируются компенсация недостатка зрения либо его полного отсутствия вот на этих всех примерах они все примерно в одно и то же то что я вам рассказала через эту метафору суть заключается этого потока в вашей позиции того что вам дали какой-то шанс вот вам для чего-то этот шанс давайте посмотрим для чего вам дали этот шанс для чего вам перевернули весь этот мир разбитое сердце пятерка мячей и пара жестов для того чтобы вы как-то изменили свое восприятие перестали как-то быть более критичными к себе заниматься возможно саморазрушение какой-то степени вам дали возможность на исцеление возможность на то чтобы вы прекратили своими мечами сами себя ранить для того чтобы изменили свою жизнь самостоятельно для этого вам как раз вот эти мечи которые вы сами себя ранее вонзили себе в сердце причиняли себе боль вам им сказали окей давай попробуем давай попробуем по-другому выточним с самого начала но это начало оно будет именно с того момента где находишься ты и ты посмотришь что и в этом новом дне ты все равно продолжаешь разрушать ты все равно продолжаешь привносить что-то негативное не потому что этот день другой либо это место другое либо это страна либо ситуация а потому что это твой мозг он так мысль и твоя задача увидеть это и исправить это и по жестам вам говорит о том что мы способны на это у вас есть для этого и знания у вас есть для этого и опыт и желание и интерес вам нужно только начать это практиковать но практиковать осознанно уже славливать отслеживать свои мысли здесь про это здесь такая достаточно я бы сказала серьезная позиция в плане поэтому у нас выпадает аркан смерти говорящий о перерождение здесь не пропускание прошлого нет ни в коем случае а здесь именно про перерождение когда все стало вверх ногами и вам приходится заново учиться и вам дали этот шанс потому что иначе то есть вас пробовали новое новое праздную путями но не получалось и самое оптимальное выбрали для вас вот этот воспользуйтесь и подумайте увидите больше отслеживайте свои какие-то мысли обращайте внимание на то в своей голове насколько раз вы говорите себе я это не могу у меня это не получится это не для меня отслеживайте эти моменты можете прям ходить везде с блокнотиком и ручкой как мысль появилась просто ее записывайте и все и вечером когда уже закончится день вы посмотрите сколько раз у вас одна и та же мысль повторяется вот это вот негативная зараза вот этот червяк который не дает вам быть счастливым вот такой у меня был сегодня поток для троек мне кажется сегодня был какой-то серьезный такой вообще поток по всем позициям жду вашей обратной связи благодарю вас всех за то что вы остаетесь со мной ставите лайки комментируете мне это очень и очень приятно а я с вами попрещаюсь до новых раскладов всем пока пока